Добрый день! Сегодня мы рассмотрим такую тему, как Каббала. Это пятая лекция в рамках небольшого мистико-эзотерического цикла, посвященного различным традициям, западным прежде всего. И Каббала, конечно, очень важная тема в рамках данного курса. Это одна из самых заметных, можно сказать, систем, традиций этого общего мистико-эзотерического западного потока, имеющая до сих пор очень большое значение для Запада, для западной эзотерики. Кроме того, Каббала огромнейшее значение имела и в жизни еврейского народа. Она возникла в рамках еврейской религиозной традиции и, в общем, до сих пор имеет свое существование, претерпев взрядные трансформации. Каббала на иврите означает традиция. Это комплекс эзотерических учений езотеризма и, в целом, можно сказать, еврейский мистицизм. Каббалу можно понимать по-разному, именно как, в нашем смысле этого слова, как некую систему знаний эзотерических. В узком смысле это то, что появляется где-то с конца XII века во Франции и в Испании. В широком появляется с конца второго храма, то есть примерно 70-го года новой эры. Хотя на самом деле существовали значительные еще истоки. И этого тоже в широком смысле слова понимаемого термина Каббала. Но здесь подчеркивается характер откровения. Это первичное откровение, как считается в гудаизме, первичное откровение, переданное Адаму, с одной стороны. С другой – это некий устный закон, который отличается от письменного закона Тары, который был передан вместе с письменным законом Моисею. Ну и параллельно с термином Каббала для обозначения вот такой традиции, что ливрейского народа используются и другие термины, вроде Ситрейтора, Тайна Тары, Моас Эмеркова, Работа Престола, Хохма – Мудрость, Эмэ – Истина, Эмуна – Вера и так далее. Истоки Каббалы достаточно разнообразны. Это мистика, эзотерические разные течения евреев, обитавших на территории Палестины, Египта, Павелона, еще с середины первого тысячелетия до новой эры, наверное, которая ближе к концу Старой Эры образует такие замкнутые и полузамкнутые мистика-эзотерические сообщества, в которых занимались размышлениями о божественной премудрости, о путях восхождения к Богу, о различных там бизионерских практиках, занимались там и магией, и ангелологией. И эти сообщества имели определенную критику со стороны раввинов, такой вот ортодоксальной элиты еврейского народа. Ну и, тем не менее, они отвечали такому общему духу тогдашней религиозности, что ли, потому что именно в этот период возникают и разные гностические направления, возникает христианство, разные мистериальные культы, люди стремятся очень страстно к трансцендентному, и вот этот духовный поток оказывается очень, скажем так, востребованным, и, конечно же, в еврейской традиции. Ну, в принципе, мы можем говорить о двух таких основополагающих видах еврейского мистицизма. Эксотическая каббала и теософская каббала в наиболее таких широких обобщениях. То есть, эксотическая каббала предполагает личное субъективное участие в опыте и духовный опыт в целом. Это различные экстазы, мистические переживания, включая мистический союз с божественными атрибутами. В качестве примеров можно привести ранних, еще докаббалистических таких мистиков, Мерковы. Позже это рейские пиетисты XIII века, это пророческая каббала в Улафии, тоже XIII век, польские хасиды до XVIII века и так далее. С другой стороны, перед нами есть теософская каббала, которая интересовалась, занималась, так сказать, разными размышлениями о божестве, о его атрибутах, о связях между Богом и миром. Весьма специфическим образом интерпретировала Писание, предлагала различные способы дешифровки Священного Писания. Очень много представлений такого рода появляется в традиции Зуара, одного из крупнейших каббалистических текстов и других подобных ему. Это луреанская каббала более позднего времени и так далее. Если максимально, скажем так, обобщить, то первый вид каббала – это, наверное, мистическая каббала, если подмистикой подразумевать такой вот практический опыт соединения с трансцендентом. Второй вид эзотерика, то есть в большей степени какие-то интеллектуальные рассуждения, построение каких-то интересных систем, объяснительных стратегий, которые показывают взаимосвязь различных уровней реальности. Конечно, между этими видами каббалы, так же, как и между мистикой и эзотерикой, существует очень большое сходство, постоянное перетечение одного в другого, поэтому в чистом виде, конечно, представить это, в общем-то, сложно. Это скорее просто для лучшего понимания, наверное. Начнем мы еще с прото-каббалы. И вот эта прото-каббала, она восходит непосредственно к пророку Иезекиилю, видение которого отмечено в книге, собственно, которая так и называется, книга пророка Иезекиилю, входящая в Ветхий Завет. И там глава первой, глава десятой изображается очень такая необычная структура, на которой располагается Господь. Вот, в частности, и я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени, из средины огня, и из средины его видно было подобие четырех животных. И такого был вид их. Публик их был, как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их ноги прямые, и ступни ноги, как ступни ноги у тельца, и сверкали, как блестящие нити. И так далее. И это вот цитата из первой главы, в частности. Описано это все очень ярко, очень красочно, и оказывается это тем самым какой-то сообразной визуализационной картиной, которую должны были лицезреть мистики в своем таком мистическом исхождении к этим чертогам. Книга Еноха тоже имела немалое значение, поскольку этот пророк Енох тоже побывал в этих высших сферах и принес оттуда какое-то знание. Этот подъем на небеса в принципе уже тогда мыслился достаточно небезопасным, и еврейские легенды сохранили истории о четверых святых, которые осуществили прохождение в пардес, то есть в рай. И символически говорится о том, какие последствия были от этого восхождения. В частности, один взглянул и умер, один взглянул и повредился в уме, один взглянул и стал рубить деревья, был еще один, который вошел с миром и вышел с мира. Один взглянул и умер, не выдержав вот этого божественного великолепия, потому что для такого подъема нужна определенная подготовка. Другой повредился в уме, ну в принципе остался жив, но практически как бы умер. Один взглянул и стал рубить деревья, значит он создал какую-то еретическую школу. И только рабби Акива, как уверяет традиция, смог и лицезреть Бога, и остаться при этом невредимым, вернуться обратно без каких-либо последствий. То есть в целом эти практики преследовали цель лицезрения Бога на престоле, собственно, вот эта колесница, это то же самое, что престол, и в дальнейшем все более усложняются, все более становятся детальными эти практики. В частности, появляются книги, такие своеобразные инструкции, как это лучше сделать, 5-6 век, так называемые книги Хейхалут, от которых до наших дней дошли просто разрозненные фрагменты. «Книги небесных чертовок», так их можно перевести, которые описывают этот сложный путь через семь небесных дворцов, и в седьмом возвышается престол божественной славы, и в этот, собственно, божественная слава, она недоступна человеку. Отделяется Господь от остальных дворцов специальным занавесом, парганом. Парганом на этом занавесе как бы отпечатаны архетипы всего существующего, всего созданного. При этом мистика постоянно пытаются прогнать какие-то привратники, его может пожрать пламя из его же тела. Тут описывается, что тут огненный поток лавы обрушивается на него, и у врат шестого чертога казалось ему, будто тысячи и тысячи потоков морских обрушиваются на него, хотя не было там ни капли воды, а только эфирное сияние мраморных плит, которыми был вымощен чертог. Сияние же их еще более устрашающе, нежели вода. Но если кто-либо был недостойный цезреть царя в его великолепии, ангелы у врат расстраивали его чувства и приводили в замешательство. И если когда они говорили ему, войди, он входил, то часть теснили его и сталкивали в огненный поток лавы. То есть далеко не каждому вообще доступна такая дорога и право лицезреть высшее. И, кроме того, необходимо также иметь своеобразный доступ магический. Это тайное имя Бога, которое должно снизойти для мистика со стороны той же Мерковой. Поэтому эти тексты не только, конечно, исключительно мистические, там еще немало магии, различные магические формулы там используются. И особенно много их надо использовать, эти формулы, на последних этапах, на шестом и седьмом этапах, где они начинают вступать в взаимоотношения с местными архонтами, требовать того, чтобы их пропустили и использовать для этого разные магические средства. Далее. Еще одна такая вот старая, такая прото-каббала, которая скорее нам намекает на теософские направления каббалы, нежели чем на экстатические. Это Брешит в начале. Это первая книга, первая фраза из книги «Бытие», соответственно, она является самой сакральной, самой важной, по сути дела. Здесь перед нами есть такая очень важная книга под названием «Сефер-Яцера», книга творения, созданная между третьим и шестом веками на Востоке. И здесь очевидна связь со спекуляциями о божественной мудрости, хохма и космогонии, и вводится 32 тайных пути мудрости. 32 тайных пути мудрости заключают в себе 10 сферот первичных чисел пифагорейских. Впервые, пожалуй, встречаются это понятие здесь, в этом произведении, и 22 буквы еврейского алфавита. Сферы созидательные силы, первичное число, каждый из которых имеет определенную такую энергию, определенное значение. В частности, первые 4 числа означают 4 элемента мира, куда входит Дух Бога, эфир, вода и огонь. Сферы с 5 по 10 означают 6 сторон света, то есть 4 основных стороны света, а также зенит и надир. Часть второго. Творение представляет собой комбинацию букв, которые написаны на небесной сфере. То есть, по сути дела, космогенез представляет собой лингвистический процесс. Бог начертал их, вытесал их, соединил их, взвесил их, поменял местами и посредством их создал все творение. При этом связь букв с числами не совсем ясна. То есть, о числах говорится в одной главе, а потом они как-то оставляются, и затем сразу переходит к буквам. После того, как творение таким образом создано, оно запечатывается комбинациями имени Яхве. 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 Ну, это условное такое, на самом деле, прочтение этого термина. Вот на этом слайде вы видите, внизу слева. Йодхэ Ваухэ. Как толком читается это имя? Нам неизвестно. Это тайна, покрытая мраком, потому что в силу определенных трагических событий в начале Новой Эры разрушение храма, как произносить точно это имя, осталось с тех пор неизвестным и является символическим. Поиск этого имени является символом духовного восхождения и возрождения. Вот применительно к теме такого лингвистического понимания бытия уместно помнить, что сами каббалисты исключительно внимательно и очень с большим трепетом относились к священному писанию. Они полагали, что этот текст, поскольку он является божественным, он несет на себе смыслы сразу на нескольких уровнях. Его можно читать буквально, можно читать аллегорически, можно читать как-то эзотерически. И, соответственно, чтобы дойти до самого глубокого тайного уровня, необходимо использовать нестандартные методы, которые уже не просто рационально понимают этот текст, но как-то вырабатывают определенную мистическую интуицию. И, в частности, они воспользовались методом, который появился еще в Гриции, называется гематрия. Таких методов есть несколько, но мы остановимся только на одной из них. Гематрия представляет собой своеобразную эзотерическую гермоневтику. это такое искаженное греческое слово геометрия, перевод букв слова в числовые эквиваленты, сложение их и замена на другое слово с таким же эквивалентом. Или же это толкование по числовому значению. Впервые это появляется возможно в Греции где-то в пятом-четвертом веках до новой эры. И называли они тогда это изопсефия, когда 27 букв греческого алфавита разбивали на 9 на 3 ряда по 9 букв каждый. и каждому такому ряду давали определенное числовое соотнесение. Около второго века до новой эры этот метод появляется у евреев, судя по всему, благодаря этим контактам существовавших в эллинистическую эпоху. Сам термин появляется через несколько столетий гематрия. И вот как он собственно работает этот метод здесь показано. В частности в Библии есть места, которые можно не понять или понять превратно. И Каббала пытается с помощью вот этой методики углубить понимание священного текста. Например, в Ветхом Завете говорится о том, что Авраам находился в долине Мамры и к нему пришли три мужа. И вот три мужа. Что это за три мужа в тексте не поясняется, но нам приходит на помощь гематрия, которая подсказывает, что Аврааму явились ангел Михаил, Гаврил и Рафаил. Почему так? Это потому, что числовое соответствие слов, входящих во фразу «и вот три мужа» совершенно аналогично сумме чисел, относящихся к Михаилу, Гаврилу и Рафаилу. В итоге мы получаем 701 и там, и там, что для каббалистов является недвусмысленным подтверждением того, что они являются совершенно правы в этом отношении. Или в тексте говорится о некоем Шилохе, который придет, что это за Шилох, с чего он вдруг приходит, тоже непонятно. На самом деле каббалисты толкуют это как «Мессия придет», потому что сумма Шилох и Мессия одинаковая, 358. Есть также в Библии описание «Лестница Иакова», к которой мы еще обратимся, кстати. И «Лестница Иакова» на самом деле это Синай, гора Синай, потому что слово «сулам» на иврите, то есть «лестница», и «синай», они имеют одинаковое соответствие 130. Всем хорошо известно число 666, или как версия этого числа 616. Собственно говоря, такое число тоже связано с гематрией, и вероятно, как-то было еще сама вот числовая символика была настроена на описание Нерона или Каллигулы, но впоследствии она начинает довольно широко циркулировать в христианском мире, в западном, и разные кандидатуры с течения веков пытались подстроиться под это число, и до сих пор разные попытки производятся для сопоставления тех кандидатов с этим зловещим числом, который считается числом дьявола. Наполеон, палата община английская, Лютер, Гитлер и так далее. Или еще Иисус Христос почему как-то ассоциируется с голубем? Дело в том, что Христос понимается как альфа и омега. То есть альфа и омега это буквально все, то есть сочетание всех вещей, всех процессов и событий он как бы это все в себе собирает. И с другой стороны есть слово перистера греческое, которое означает голубь. И так вот альфа и омега в сумме и перистера в сумме образуют 801. Интересная конечно сопоставление. Но то, что мы можем видеть здесь как игру случайностей, какие-то натяжки, для комбалистов здесь никаких сомнений. Нет, здесь есть божественное какое-то знание, которое могут постичь немногим. сомнений. Или в Матфея в первой главе в 17 стихе говорится, что от Авраама до Давида было 14 родов, от переселения в Авилон до Христа тоже 14 родов. Здесь не случайно вот это указание на 14, потому что Христос, как считается, сын Давида, рождается в Давидовом роду и Давид в сумме составляет как раз само слово Давид 14. Дальше. Этот метод работал достаточно широко и в средние века. Многие христиане были убеждены, что евреи каждый день проклинают имя Иисуса в своих молитвах. Свидетельством тому является еврейская молитва, упоминающая тех, кто кланяется тщеславию и пустоте и молится Богу, который не спасает. Установлено, что слова и пустоте имеют ту же сумму, что и Иисус. Поэтому инквизиция вымарывала этот абзац из еврейских молитвников, потому что была свято убеждена, что евреи тем самым проклинают Христа. Ну, или последний такой пример, связанный с тем, как с пониманием того, как каббалисты относятся к прочтению Библии. Вот слово Адам, Адм, потому что у них гласное в еврейском тексте отсутствует, получается Адм. Адам на самом деле часто понимается как Бог, потому что Бог есть все, Адам тоже есть все, потому что 45 образует имя числовое соответствие, а 45 представляет собой сумму от 1 до 9, то есть завершение такого числового ряда. Десятка здесь не учитывается. Все то, что я говорил, скорее относится к каким-то протокабалистическим еще этапам. Собственно, каббала в таком обычном понимании, в узком смысле слова, появляется около 1200 года в еврейской диаспоре в Южной Франции и в Северной Испании, в Провансе, то есть, если быть более точным, и в Героне. появляется целая замечательная плеяда блестящих мыслителей, хорошо образованных людей. Эзра бен Соломон, Исаак Слепой, Азриэль, Нахмонит и другие. Золотой век Кабалы случился примерно через столетие, рубеж XIII-XIV веков. Здесь наверное бессмысленно искать какую-то единую систему. В этот период складываются многочисленные тексты, которые рассматривают самые разные вопросы, относящиеся к пониманию Божественного, к пониманию того, что такое бытие человека, как устроен мир, как он происходит, этот мир. Различные космогонические периоды рассматриваются, переселение душ и другие вопросы. Поэтому какого-то единого лидера у каббалистов не было, они были разбиты на какие-то отдельные центры и вступали в довольно сложные отношения с рационально мыслящими ортодоксами, которые далеко не всегда одобрительно относились к этим историческим изысканиям. Мистический опыт в этой каббале занимает не очень большое место, за исключением может быть отдельных многочисленных центров и школ. и в большей степени занимает то есть это такая каббала в большей степени теосовская наверное. Среди очень важных концепций, которые здесь появляются, это концепция сферот. Сферот то есть сам термин сферот был известен уже конечно гораздо раньше, но здесь они образуют такое сочетание друг с другом совокупность его еще называют тревосферот потому что каждая из сфер располагается в каком-то определенном месте, будучи при этом связана с другими сферами. С другими сферами. Это кетер, венец, слава, корона, это хохма, мудрость здесь справа налево надо смотреть то есть хохма это высшая потом хохма кетер это высшая первая потом хохма вторая потом бина понимание третьей потом хесет любовь потом гвура вла сила затем тиферет красота потом нецах победа хон величие есот созидание и молхут царство молхут царство собственно это это такая схема которая позволяет с одной стороны налаживать какое-то посредничество между тайным миром бога и проявленным материальным многообразным миром с другой стороны она рисует какие-то основные божественные атрибуты божественные имена ассоциируется с различными ангелами ассоциируется с различными человеческими органами и в принципе вот это древо оно в то же время означает и человека человека где вот первые три сферы в частности это человеческая голова вот четвертая по шестую это туровище и руки а седьмой по десятую это гениталии и ноги вот либо это понимается как пять высших и пять низших сфер то есть скрытая и открытая с 13 века все чаще говорится о сфере даат она вот здесь вот выделена посрединке между бену и хохмой как некая сила гармонизации этих двух начал мудрости понимания вот так что подобная концепция позволила каббалистам сократить вот эту гигантскую дистанцию которая существует между миром бога и миром человека показать некую связь между ними а также дать человеку надежду на возвращение в это божественное великолепие от которого он когда-то отпал каббалисты много размышляют над устройством мира и приходят к выводу о его иерархичности они опираются на книгу бытия глава 28 12 стих где говорится о видении Иакова и увидел Иаков во сне вестница стоит на земле а вверх ее касается небо и ангелы божии восходят и мисходят по ней вот эта вестница которая связывает нижний мир с верхним очень хорошо ложится на концепцию сфир и эта концепция сфир в свою очередь разворачивается в четырехчастную структуру универсума это в частности вот такие миры как Ацелут Брия Ецера и Осия сверху вниз если рассматривать Ацелут Ацелут это мир эманации Бога собственно Брия вытекает из Ацелута мир творения мир престола мир высших ангелов Ецера это более тонкий мир еще мир формирования мир ангелов попроще чем высшие ангелы А Осия это прообраз материального мира некая идеальная телесность которая потом уже реализуется в материи интересно то что по этой схеме вы видите что последняя десятая сфера Малхут каждой конкретной этой структуры становится первой сферой последующей структуры иными словами Малхут мира Ацелут становится Кетер мира Брия сфера Ацелут мира Брия становится Кетер мира Ецера и так далее то есть вот такое перепадение перепад этих вот энергий все ниже ниже от наиболее тонких к наиболее плотных безусловно возникал вопрос и о сопоставлении мира с божественным Бог чрезвычайно далек Бог очень трансцидентен абсолютен и как в западноевропейской христианской мистике так и в общем-то в еврейской мистике постепенно складывается представление о том что существует как бы два уровня божественного с одной стороны есть Бог как таковой Бог бесконечный безличный непостижимый это Эйнсов бесконечность о нем ничего нельзя сказать он сам в себе он сокрыт абсолютно и поэтому ну именно из этого абсолютного божества вырастает другая ипостась Бога ипостась Боготворца Бога живой религии которого надо и следует любить поклоняться ему почитать его и вот как раз выявление этого Творца из бесформенного безличного начала осуществляется посредством сферот он сам связан с этими сферами они образуют его аспекты его атрибуты это такие своеобразные динамические процессы внутри Бога между ними существует постоянная перекличка перетекание одной энергии в другую они находятся в равновесии что ли и мир появляющийся из глубин энцов которые потом переходят в Бога Творца религии происходит этот мир из божественной милости то есть он не осуществляется посредством какой-то гностической ошибки космической ошибки Бог благ Бог милостив он не заточает нас в какую-то темницу в этом мире хорошо еще одна концепция появляющаяся в этот период это концепция циклов шмитот которая называется эоны или юбилеи шмитот единственное число шмита в частности в таких текстах как в таком тексте как Сефер Хатмуна книга образа об этом говорится достаточно подробно это книга примерно середины 13 века так вот такая основная мысль этой книги состоит в том что мировой процесс равен земледельческому что ли периоду юбилейный год наступает каждые 50 лет после чего происходит повторение повторение происходящего каждая сфера начиная с четвертой начиная с четвертой правит в 6000 лет потом идет хаос в течение тысячи лет и затем идет смена на следующую сферу которая правит исходя из своего аспекта вот сейчас у нас правление гвуры идет которое характеризует власть и силу а до этого была сфера любви Хейсель и соответственно каждая из этих оставшихся синих сфер правит по значит 6000 лет с тысячелетним потом хаотическим периодом и потом наступает так называемый великий юбилей когда полностью все меняется и возвращается обратно четвертая сфера уже в следующем так сказать цикле такая вот такая повторяемость что ли правления осуществляется каждые 50 тысяч лет 50 тысяч лет ну все-таки самым важным комбалистическим сочинением является безусловно книга Зуар Зуар или Зуар Сияни Сефер Хазуар написанная на арамейском языке она приписывается известному учителю второго века еще рабе Шимон Бар Илхар который ведет в этой книге диалоги со своими учениками но на самом деле создано судя по всему не им а в конце в 1275 году примерно Моше де Леоно таким одаренным гениальным можно сказать еврейским мистиком испанским этот текст состоит из трех томов которые разделены на 27 разделов и они толкуют Тору по-разному он принимает в данном случае четыре вида толкования Торы простое Пешат аллегорическое РМС иллюстративно метафорическое Дераш и самое главное это тайное СОД собственно эзотерическое толкование и начальные буквы этих названий то есть Пешат РМС Дераш и СОД представляют собой ПАРДЕС потому что П-Р-Д и С в нижнем еще можно добавить гласный получается ПАРДЕС то есть РАЗ самое главное как я говорил СОД это истолкование слов Библии в качестве символа скрытого мира Бога и этому он посвящает немало внимания в общем Зуар представляет собой еврейскую теософию учение об Энсофе неведомом Боге без качеств и атрибутов но в то же время есть 10 основных атрибутов которые представляют собой скучку которые представляют собой 10 ступеней божественной жизни сферой сферой таким образом означают какие-то в то же время фазы проявления проявления божества вот каждый стих в Библии соотносится с сферой Тора в целом представляет собой одно великое и святое имя Бога которое нельзя в полной степени постичь но можно лишь толковать это в то же время 10 ступеней внутреннего мира благодаря которым по которым Бог нисходит к своему откровению в шахине к своему божественному присутствию это древо божественной силы здесь перед нами такое нарастание дифференциации если самые глубины божественного еще совершенно не дифференцированного то постепенно Он становится все более и более явным в частности ну да здесь сказали такая идея Я Ты и Он Бог в наиболее глубокой сокрытости это Он нечто такое совершенно далекое от нас Бог развернувший свою сущность свою милость и любовь это Ты с которым уже как-то можно как-то налаживать отношения Бог полностью проявленный это Я это Шхина которая Шхина извините которая представляет собой присутствие Бога во всем творении во всем творении Творение описывается здесь исключительно сложным таким темным языком с постоянными отсылками к священному описанию в начале когда царь начал вершить свою волю он вырезал знаки в божественной ауре сумрачный пламя из сокрытийшей глубины тайны бесконечности эльцов подобно пару образующемуся из безвидности заключенный в кольцо этой ауры ни белый ни черный ни красный ни зеленый и вообще не имеющий какой-либо цвет но когда пламень стал обретать размерность и протяженность он окрасился разными цветами ибо в самой середине этого пламени забил источник из коего пламена излились на каждую вещь внизу сокрытую в неведомых тайнах эльцов источник прорвал и в то же время не прорвал эфирную ауру окружающую него он был совершенно непознаваем пока под действием прорыва не засветилась сокрытая надмировая точка в ней этой точке ничто не доступно познанию и пониманию и поэтому она зовется решит то есть начало первое слово творение вот эта предвечная точка собственно из которой все дальнейшее возникает это мудрость мудрость или хохма все сущее простекает из нее в следующей сфере точка развивается в дворец так называемый то есть становится более объем это бина бина следующая сфера вот первые три сферы это самое главное затем идут семь сфер от избины это они ассоциируются с семью днями творения и сотворение мира носит двоякий характер с одной стороны он происходит в мире горнем то есть это там на вершине а с другой стороны он происходит в мире дольнем то есть это земное творение важно еще и то что в этом тексте переосмысляется идея шхены которая в общем-то уже была до этого известна шхена это божественное присутствие в этом мире во все его славе бога но здесь шхена оказывается каким-то элементом женственности внутри бога поэтому ее называют царицей принцессой невестой это вечная женственность в которой сказывается вероятно влияние влияние гностиков в частности школы Валентина с идеей низшей софии надо сказать что на каббалу конечно же оказывают влияние другие учения и особенно это гностицизм и не платонизм это праматерь каждого индивида в Израиле это истинная рахин которая плачет о детях своих союз бога и шхины это истинное единство бога якут надо сказать что каббала отличается такой гендерной особенностью она предназначена для мужчин прежде всего то есть женское начало здесь как-то обозначено достаточно плохо и женщин каббалисток просто не существовал по крайней мере в традиции раньше поэтому вот такое введение женского элемента в саму может быть квази женского так или иначе нечто более такое связанное именно женским полом чем с мужским является в каком-то смысле компенсацией такого уклона в патриархальность которую мы наблюдаем в этой традиции и в райском состоянии человек имел прямую связь с божеством он имел эфирное тело достаточно тонкое и это тело он все-таки потерял человек в результате греха он получает плотское существование и вся материя оказывается осквернена этим ядом греха в чем же состоял этот грех грех Адама он вместо того чтобы поклоняться всем сферам стал поклоняться одной лишь шхине возникает тем самым разрыв между богом и творением то есть он выпал из этой полноты он стал дробить как-то вот это высшее сущее учленять какие-то фрагменты что конечно было абсолютно неправильно возникает соответственно разрыв между богом и творением который символически выражается в изгнании шхины возникает необходимость в исправлении данной ситуации есть такой специальный термин для этого тикун то есть восстановление божественной связи необходимости вернуться обратно как говорится в тексте осуществиться совершенством вверху и внизу и все миры сплотятся в единый союз высшей религиозной ценностью является две кут непрерывная приобщенность к богу буквально термин означает прилипание страх божий любовь к богу чистота помыслов целомудрие благотворительность изучение священного писания покаяние молитва собственно стандартные религиозные приемы которые используют собственно в обычном иудаизме и не только в иудаизме но тем не менее это происходит через некое глубинное понимание происходящего и каббалисты книга Зуар и другие претянуют на то чтобы дать это понимание такое самое глубокое историческое понимание в этом тексте а также в других много размышлений о зле откуда оно как оно берется в этом мире кто виноват в своем появлении зло реально в большей степени и есть несколько теорий в частности зло отразделяется с метафизической сферой тьмы и искушения которые существуют которые существуют независимо от человека с другой стороны греховность человека его стремление к какой-то фрагментарности актуализирует потенциальное зло которое существует уже до него моральное зло превращается в нечто отделенное и обособленное грех расстраивает исходное единство и в результате появляется что-то фрагментированное дифференцированное но корни зла лежат еще глубже они лежат в левой руке Бога где находятся его сферы отвечающие за суть за жесткость какую-то за справедливость то есть если они уравновешиваются силами любви то они как бы не показывают еще все свои смертоносности и ужасности но когда они отделены то тогда они могут порождать что-то страшное зло в то же время это остатки божественной жизни зло само по себе мертво но оживляется лучом света который исходит от Бога и соответственно вот эта божественная искра она горит везде во всех существах даже в самых злодейских во всех демонах даже она есть то есть здесь определенный оптимизм в плане спасения конечно присутствует теперь мы рассмотрим еще одну интересную систему каббалы профетическая каббала Авраама Булафия которая отличается от представленных выше испанских вот этих вот систем своей особой мистичностью своей практичностью Авраама Булафия испанский еврей родившийся в Сарагосе в 1240 году умер после 1291 он был знаком с еврейской философией изучал Библию конечно же много путешествовал по востоку и имел интерес к каббалистическим вопросам когда ему было 31 год в Барселоне на него снизошел дух пророчества он познал как он уверяет истинное имя Бога имел различные видения и с тех пор странствовал пропагандировать свое учение в 1280 году он предпринял рискованное для еврея путешествие в Ватикан для встречи с папой Николаем от имени всего еврейства надо же было такому случиться что папа Николай Третий умер в тот самый момент когда Булафия входил в ворота Рима его схватили и продержали его некоторыми в тюрьме думая что он своими магическими какими-то действиями навлек неприятности для этого папы римского надо сказать что относительно евреев у христиан существовало множество различных предрассудков потому что они евреи жили своими общинами говорили на своем языке у них была своя религия зачастую иногда явная иногда скрытая и они были малопонятными этносом поэтому считалось что евреи занимаются каким-то чернокнижеством колдуют какие-то все сплошные маги вот и в чем собственно составит это учение Авраама Булафи он ставит цель снять печать из души развязать узлы которые связали ее связали ее развязывание представляет собой возвращение от множественности и раздвоение к изначальному единству мы живем в океане божественной жизни и мы люди и у каждого человека при этом душа не может почувствовать этот океан потому что вокруг это плотина плотина довольно плотно закупоренная не пускающая душу наружу может быть это даже и хорошо для души потому что без подготовки она просто захлебнулась бы этим океаном но в то же время она конечно много теряет от того что не знает в каком мире она находится и что ее в конечном счете окружает поэтому цель снять печать с души чувственная жизнь препятствует человеку воспринимать божественные явления и Абулафия удрученно признается что кто полон самим собой не оставляет места для Бога и он пытается найти какие-то высокие возможности восприятия как-то снять эти печати освободить человека от ограниченности он использует в качестве методов разные способы медитации а в качестве объектов медитации выступает например еврейский алфавит иврит мыслится им как про язык все остальные языки представляют собой лишь искаженный иврит подобная точка зрения не была тогда уж настолько оригинальной все-таки других языков тогда знали мало и предполагалось что поскольку все человечество происходит от Адама Адама создал Бог Библия где-то все описывается написано на иврите соответственно это главный и самый первый язык в чем собственно состояла его психотехнология это теория комбинирования букв Хахмат Хацерув наука комбинирования букв даже есть специальная у него работа книга комбинирования и состоит она в том чтобы произносить буквы потом в ходе такого произнесения еще особое состояние сознания должно быть такое чистое и отрешенное потом в таком состоянии начинает их автоматически писать и затем приступает к созерцанию просто на эти буквы впадает в чистую медитацию просто это не просто буквы конечно это то что имеет отношение к божественному миру то что позволяет снимать эти печати и возвышать человек в результате возникает новое состояние сознания которое характеризуется уходом от чувственного восприятия чувственного восприятия в чем-то это даже похоже на музыку каждая буква это не просто какие-то графемы это какие-то черточки это целый мир для мистик он открывает немало важного для себя вот с этим методом коррелирует также метод скачка или кфица переход от одной концепции в другой потому что каждая буква может нести определенные ассоциации и эти ассоциации могут быть спокойно свободно перетекать друг к другу тем самым ослабляя рациональные фильтры и ослабляя соответственно печати в результате всего этого дела открывается родник божественной жизни и человек может в этот родник полностью окунуться будь готов встретить своего бога у сына Израиля говорит Абулафия настройся обратить свое сердце к одному богу очисть тело и найди уединенный дом где никто не услышит твоего голоса сиди в своей коморке и не открывай свои тайны ни одной душе если можешь делай это днем дома но лучше если ты совершишь это ночью в час когда ты приготовишься говорить с творцом и пожелаешь чтобы он раскрыл тебе свое могущество постарайся отвратить все свои мысли от сует мира сего покройся молитвенным покрывалом положи тфелин на лоб и руки дабы исполнится благодовение перед шхиной которая подле тебя да будут все твои одежды белыми затем возьми чернило пиро и дощечку в руки и помни что ты собираешься служить Господу увлекований сердечного веселья теперь начинай комбинировать буквы переставляя их сочетая пока не разогреется твое сердце следи за их движением и за тем что из этого получается чем сильнее будет приток божественного разума тем слабее станут твои члены все твое тело охватит неуемная трешь так что ты решишь что настал твой конец потому что твоя душа в избытке радости своего знания покинет твое тело и приготовься в тот миг сознательно избрать смерть и знай что ты продвинулся достаточно чтобы принять поток божественного разума и затем дабы почтить славное имя покрой свое лицо и остерегайся взглянуть на господа затем вернись делам плоти поешь попей освежись приятным благоуханием и верни дух свой в его оболочку до следующего раза и радуйся своей участи и знай что бог любит тебя вот такие практики он описывает в своих произведениях в ходе такого такой методики человек проходит по семи ступеням мистической лестницы в котором на вершине которых он уже сознательно встречает божественную жизнь при этом конечно такого человека могут сопровождать разные опасности и об этом обулафея тоже предупреждают если говорит он ошибется при чтении буквы управляющей определенным членом этот член может отторгнуться от тела и сменить свое место или тот же час переначать свою природу и принять другую форму вследствие чего этот человек может стать калекой может стать калекой это такое иудеизирование вариант йоги на самом деле и действительно если сравнивать практики обулафея с индийской йогой мы обнаруживаем там немало общего это определенная методика дыхания некоторое положение тела чтение вслух которое напоминает какое-то чтение матра индийской это образы наставников которые встречаются на пути и без наставников здесь было бы достаточно сложно обойтись причем сам обулафея видел своих наставников в образе неких ангельских отроков которые его учили в этом мистическом экстале то есть в данном случае он предлагает другой путь путь имен в отличие от раввинистической комбалы пути сферот ну это вот то что я говорил о разнице между мистической комбалой и эзотерической комбалой идем дальше здесь мы встречаем еще одну такую важную традицию которая практически вытесняет все остальные становится мейнстримом комбалы с 16 века где-то и становление такой комбалы начинается это лурянская комбала начинается становление после того как королева Изабелла изгоняет евреев из Испании в конце 15 века коротко в тот самый год когда Колумб открывает Америку из Испании отправляется процессия изданных евреев которые перемещаются в Цфат в Израиль Цфат это сейчас кстати говоря и с тех пор это центр комбалы как раз центр комбалы становление этой комбалы связано с именем Моше Бен Якова Кардаверо 1522-1570 годы рождения жизни он систематически описывает предыдущую комбалу в том числе книгу Зуар причем точно так же как и предыдущие комбалисты он сталкивается с проблемой соотнесения атеизма и пантеизма потому что критика которая часто звучала в адрес комбалистов это то что они пытаются превратить Бога в какую-то природу что ли слишком отреждествить творца ствар через эту серию сферот и в общем-то такие обвинения вполне обоснованы наверное и он говорит в частности Бог есть все сущее но не все сущее есть Бог не все сущее есть Бог то есть нельзя Бога отреждествлять с природой Бог выше природы показывать тем самым кардавэра Бог первопричину отличается от всего которое и он не имеет никаких положительных определений сферот представляет собой с одной стороны сосуды келин с динамической сущностью Бога а с другой это инструменты Бога в то же время они содержат в себе свет эти сферы сами являются светом это вечные световые сущности осуществляющие связь между эндсофом и окружающим миром сферот с одной стороны закрывают Бога а с другой его же и проявляют эманация представляет собой отворение в общем-то мир представляет собой эманацию это результат динамики сферот мир эманации из-за двойного светового процесса с одной стороны идет прямой свет ор-яшар а с другой отраженный светом эманации ор-хозер переход из мира эманации в низшие миры непрерыв первая сфера вообще вне божественной субстанции вне божественной субстанции и сам он не был склонен еще на такая его концепция осмысляя природу зла рассматривая ее как чтобы субстанционально для него зло это просто отсутствие добра вполне в духе древнегреческой философии любимым учеником кардавера в последних годах его жизни был Ицхак Лурия 1534-1572 год мистик визионер праведник консерватор который жил вначале в Египте где собственно сблизился потом он стал учеником кардавера в 1569 году возглавил общину и прожил после этого достаточно недолго это был необычный такой мистик сам ничего не записывал но имел такие весьма глубокие откровения не проводил никаких границ между органической жизнью и неорганической жизнью имел много разных сверхъестественных видений и в частности определял безымянные могилы праведников в Цфате и в других местах его называли за его рвение ортодоксию Льву Ари вот сам он не оставил литературного наследия и систематизация его идей была произведена учениками прежде всего таким деятелем как Хаим Виталь Хаим Виталь 1543-1620 год в чем же состоит его учение оно достаточно непростое и является собой некое влияние гностических схем в основе его учения лежит представление о цинцуме сжатие сосредоточение буквально которое пытается объяснить существование вселенной вселенная существует потому что она является собой результат процесса сжатия сжатия в Боге Бог как бы высвобождает место для мира освобождает место для мира энцов первым актом сжатия как бы уходит в себя освобождает место некую точку которая потом занимает вселенную занимает вселенную и излучает туда вот эту точку уйдя из изучает в нее потоки божественного света потоки божественного света вот это существо которое возникает в результате эманации из света это Адам Кадмон Адам Кадмон буквально предвечный человек предвечный Адам это тоже важная концепция до еще долурианской коббалы известной еще испанским евреем 13 века которые зачастую воспринимали нашу вселенную в антропомофтном виде в виде некого гигантского человека вот поэтому эта концепция пригодилась и Вицхаку Нури вот и потоки света изливались из-за этого существа они струились в особых сосудах и все было поначалу достаточно хорошо и довольно органично и гармонично все происходит все происходило но затем происходит некая трагедия сферы с четвертой по девятую не вынесли потока света и лопнули полностью разбились а десятая сфера треснула в результате образовались какие-то скорлупки от этих сфер не буду забывать что они тоже светоносные но не столь яркими как являются как собственно свет и они соответственно стали скорлупой клепот которая согласно этой логике образует зло в этом мире то есть зло образуется из скорлупы треснувших сосудов и лопнущих сосудов здесь явно агностические параллели конечно поэтому разбиение сосудов представляет собой причину того что мир наш несовершенен что мир лежит во зле свет таким образом рассеялся с четвертой по девятую полностью он просто растворился не растворился просто в виде отдельных искр фигурирует во всем во всей вселенной частично вернулся к первоисточнику частично куда-то вниз ушел поэтому восстановление идеального порядка это тайное назначение всего сущего даже если это сущие не подозревает об этом то есть получается что собирание света такое символическое это восстановление такого исходного порядка спасение восстановление идеального порядка изначального мира текун дальше после разбиения сосудов новый поток света льется из-за чела Адама Кадмона образуются новые конфигурации мистические такие конфигурации сфир они становятся парцюфи парцюф буквально лик и в частности вместо скрытого энсофа теперь явлен живой бог религии как это мы видели и раньше это как бы первый такой парцюф и все десять сфир они преобразуются в пять парцюфи в пять парцюфи вот в частности потенции шхины или молхут это десятая сфера преобразуется в рахи небесную невесту эволюция личности бога при этом повторяется в каждой сфере небесного и земного существования здесь четыре мира лурия постулируют ацелут и так далее как это я уже описывал несколько раньше и между ними между этими мирами поставлены перегородки фильтры сверху льется свет и чем ниже находится мир тем меньше света туда перепадает в каждом таком каждый такой мир он построен по принципу парцифил которые представляют собой такие своеобразные механизмы по освобождению по восстановлению света значение человека в текуне большое это вот историческая религиозная деятельность евреев подготавливает восстановление потоков света искр а мессия когда придет должен завершить это восстановление полностью то есть все помыслы человек должен устремить на восстановление этой изначальной гармонии так вот когда был сотворен адам текун на самом деле почти завершился но адам совершил грехопадение и в результате был вытеснен из этого идеального мира шхина оказалась изгнана вот в итоге появилась необходимость вернуться обратно с помощью молитвы с помощью каких-то духовных интенций с помощью безмолвной экстатической медитации в которой человек встречается с Богом и кроме того Лурия поскольку он был еще автодоксом консерватором не забывал и о внешних заповедях необходимости соблюдения их в полном религиозном объеме как известно в иудаизме 613 заповедей которые должны евреи соблюдать автодоксально и в этой связи Лурия полагал что душа состоит из 613 частей вот и человек выполняя все эти заповеди помимо того что он делает на своем мистическом уровне он подготавливает все больше и больше от этого появления иссия сюда значимость духовной деятельности каждого конкретного человека и в контексте исхак лурии опять-таки это тема переселения душ и лгу тоже сказывается те люди которые выполняют заповеди целиком в полном объеме перестают переселяться у каббалистов не было какой-то единой концепции переселения душ очевидно что какое-то влияние оказывает на них это психоз Пифагора может быть что-то они взяли из Индии поэтому не совсем понятно сколько должны люди переселяться в какие тела переселяться здесь есть в данном случае много расхождения вот таким образом лурианская каббала оказывает становится таким мейнстримом каббализма каббалы в принципе с 17 века и обойти ее уже оказывается невозможно все последующие движения в той или иной степени равняются на лурию и вплоть до 20-21 веков такое обращение к лурии является общим местом безусловно можно много еще что говорить про каббали это необъятная тема без внимания остались различные магические практики каббалы мистические какие-то их изыскания философия рейнских пиетистов 13 век я оставил без внимания хасидов хотя тоже здесь очень много есть интересных вещей без внимания также осталась и саббатянская ересь которая была связана с именем шаптая цви 17 веке человек который с помощью каббал опять-таки стал себя подавать в качестве такого живого бога проявленного некоего мессия которого впоследствии все-таки власти турецкие обратили в ислам каббала отнюсе не является каким-то анахронизмом она очень живая традиция по сей день существует и в последние десятилетия имеет такую тенденцию к мировому распространению благодаря различным неокаббалистическим деятелям вроде Берга или Ашлага которая эту традицию переносит на запад несколько модернизирует ее ну а их последователи вроде того же Михаила Лайтмана устраивают довольно масштабные какие-то проекты целой академии каббалы существуют сейчас которые уже не рассчитаны в принципе на евреев но носят такой характер что ли более демократический вот на этом я завершаю свой рассказ и прощаюсь с вами надеемся что в следующем месяце мы сможем вживую все-таки встретиться на шестой лекции до свидания